Михионис а-ля маринера. Или мидии по-моряцки. Или по-морскому. Короче, очень вкусные мидии. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. С чего начинается практически любая трапеза в ресторане. У меня с выбора горячих закусок. Я, обедая в испанских ресторанах, первым делом ищу в меню морепродукты. И если нахожу мидии, по-испански мехонисы, то вся остальная закусочная часть этого меню меня просто не интересует. Я вам уже показывал рецепт, и если вы его пропустили, то щелкайте прямо сейчас сюда, ну или заглядывайте в описании видео, и смотрите прямо сейчас. Он великолепен. Так вот, я вам уже показывал рецепт приготовления мидий. Он особенно хорош, если у вас мидии свежие. А сейчас я вам покажу рецепт, в котором даже замороженные будут великолепны. Это один из самых популярных, пожалуй, на Костабланке рецептов. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. По моим наблюдениям, чем дальше люди живут от жаркого южного солнышка, тем более нажористую пищу они предпочитают. Вот и мидии тоже норовят приготовить под какой-нибудь там сырной шапкой или еще как-нибудь по калорине. Испанцы едят много, очень много. Порции у них огромные. Поэтому закуски у них не такие калорийные, но зато они отлично подстегивают аппетит. Итак, вот у меня мидии. Они свежие. Если вы будете готовить замороженные, то сначала дайте им оттаять. Выливаю сюда четверть стакана воды, добавляю лавровый лист, пару зубчиков чеснока и щепотку соли. И сразу же сюда мидии. А теперь на сильный огонь под плотно закрытой крышкой на 5 минут. Вода начнет кипеть и они очень быстро в этом ароматном пару приготовятся. А я тем временем займусь соусом. Сальса маринера. Морской соус. Ходит такая байка. Соус называется морским или рыбацким, потому что в то время, пока рыбак ходит в море, ловит рыбу, дома жрать нечего. Вот жена и разжаривает лук, чеснок с помидорами на оливковом масле. То есть сидит на подложном корму. Но когда рыбак-моряк вернется с уловом, тогда уже в готовый соус идет всякая рыбная мелочь. Ну и моллюски. То есть то, что не удалось продать. Сейчас лук-чеснок обжарится минут 5 и можно будет добавить протертые томаты. А мидии у меня готовы. Отброшу их на дуршлаг. Бульон мне тоже понадобится. Свежие мидии, пока добираются до прилавка, могут и помереть. Поэтому те ракушки, которые не раскрылись, я выбрасываю. Бульон надо процедить через сито. В нем осколки раковин могут попадаться. Чтобы проще было мидии есть, удалю с каждой одну створку. А если у вас были замороженные, то они, скорее всего, имеют только одну. Лук-чеснок обжарился. Пора добавить томаты. И сразу же полстакана белого сухого вина. Оно будет выкипать, лишняя жидкость испарится, а кислинка вина сконцентрируется. Свежие мидии у меня совсем не крупные. А вот когда в России замороженный покупал, там они были просто огромные. И вкусные, кстати. Ну вот, вино выкипело, можно добавлять бульон от мидий. Понемногу. И сразу же черного перца. Вот как раз на этом этапе и надо соус доводить до вкуса. Он не зря называется морским или моряцким. По вкусу он должен быть более соленым, чем хотелось бы, может быть, для еды. Потому что чаще всего эту закуску подают к пиву. Смотрите, отличная консистенция. Выложу сюда мидий, чтобы немного прогрелись. И обязательно побольше хлеба на столе. Потому что мидии быстро закончатся. А надо же чем-то этот замечательный, ароматнейший соус вымакивать. Все готово, пора подавать. Как не терпится уже вытащить пару-тройку штучек. Очень яркий вкус. Нежная мякоть моллюска пропитана ароматами моря. Отлично. Кто-то скажет, фу, ты не удалил ногу моллюска. Не морочьте себе и мне голову. Створка раковины тоже жесткая. Вы же ее не удаляете. Обалдеть, как вкусно. Чем меньше вы времени потратите на готовку, тем больше удовольствия от результата вы получите. Поэтому я считаю, что непринципиальные моменты готовки надо приносить в жертву скорость приготовления. Очень просто, очень быстро и очень вкусно. Приготовьте, запаситесь холоденьким пивком, и вы не пожалеете. Понравилось? Поделитесь этим видео с друзьями. Давайте пропагандировать вкусную еду. Новые зрители, не забудьте подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Спасибо за компанию. Всем пока.